МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. В опубликованном на этой неделе докладе ООН подробно описываются различные системы взяточничества, которые распространены в Корейской Народно-демократической Республике, облегчающие работу, поездки и даже личную свободу. В отчете, основанном на более чем 200 интервью с северокорейцами, покинувшими страну, представлены некоторые системные проблемы государства и взаимосвязь с коррупцией, которая сохраняется в стране. ООН утверждает, что государственная система труда в Северной Корее и централизованно планируемая экономика требуют, чтобы граждане работали под контролем государства, что существенно нарушает законы свободного рынка. Рынок труда в Северной Корее, но если это вообще можно так назвать, простирается за пределы государственной системы, и многие северные корейцы трудятся в так называемом неформальном секторе. А вот для того, чтобы попасть в этот неформальный сектор, северные корейцы часто вынуждены платить взятки. В отчете утверждается, что более половины компаний нанимают работников, которые платят за то, чтобы получить отпуск, и что эти взятки составляют от 5 до 10 процентов расходов домохозяйств. Доступ к работе в неформальном секторе стал зависеть от выплаты взяток государственным должностным лицам, что усугубляет финансовое бремя, уже испытывающее трудности населения, говорится в докладе. Неформальный сектор заполняет пробелы, с которыми государство когда-то боролось. Часто распределение товаров или необходимой продукции ложится на тех, кто работает вне системы. Взятки не только подпитывают труду, но и путешествиями и основными свободами. Хотя право на поездки гарантировано государству, контрольно-пропускные пункты во всех провинциях доставляют тяжелые головные боли тем, кто путешествует без разрешения. Многие северокорейцы, покинувшие страну, утверждают, что будут подкупать чиновников для получения разрешений или подкупать тех, кто служит на контрольно-пропускных пунктах для обеспечения прохода. Анонимный северокорец, с которым беседовали в ООН, говорил о том, что несправедливо, что те, у кого есть деньги, могут избежать тюремного заключения. Мне показалось несправедливым, что кто-то может купить право на выезд, когда другой страдает гораздо больше из-за невозможности подкупа. Взяточничество очень эффективно в Северной Корее. Нельзя вести жизнь в этой стране, если ты не платишь взятки. В докладе ООН предполагается, что взятки являются распространенным явлением среди госчиновников, поскольку составляют источник их существования. Госчиновники все чаще участвуют в коррупции, чтобы компенсировать свою низкую или вообще не существующую зарплату, говорится в докладе Комиссии по расследованию. В отчете ООН представлен длинный список рекомендаций о том, как решить проблемы страны, вся жизнь которой основана на взятках. Их самые сильные предложения включают выполнение заявленных обязательств по продовольствию и экономической безопасности, разработку более эффективных антикоррупционных мер и создание более справедливой судебной практики. ООН также рекомендовала расширить международное сотрудничество, санкционировав экспорт нефти, оружия и большинство финансовых операций в страну, в дополнение к экспорту продуктов питания, некоторых промтоваров и самого ценного сырья из страны, поскольку санкции международного сообщества в связи с испытаниями ядерного оружия ограничивают экономический рост страны. Ну, до чего же наивные и прекрасно душные люди все же работают в организации объединенных наций? Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.